Шеф-повар кафе «Артишок» творит кулинарный шедевр. Первым делом готовит слоеный салат с маринованными опятами, в дополнении зелень. Но главное блюдо – глазированная рулька в медовой заливке. Плюс драники и два вида картошки – дольки и фри. К ним горчичный соус, сметана, соленые и свежие огурцы. И все это один сет. Акцент в смакфесте заведение делает на белорусскую кухню. У нас кухня разносторонняя. И есть итальянские нотки – это как пиццы, карбонара, паста с морепродуктами. Есть салтинбока, которая полюбилась очень людям нашим. Есть грузинская, будем говорить, всем известный цыпленок табака. Привлекает кафе доступными ценами. Крем-суп, гарнир, мясное и десерт можно приобрести от 30 рублей. Но уникальный сет обойдется всего в 22 рубля. Хватит на двоих, а то и больше. Общий вес – 600 граммов. В дополнение к блюду предлагают напитки на любой вкус. Большой популярностью пользуются караоке. В клависте 60 тысяч композиций. От зарубежных до русских хитов. Единственное условие – чек не меньше 25 рублей. С исполнением поможет бэк-вокалист. В заведении три зала. Вместимость 220 человек. Летними вечерами уютнее всего на просторной террасе. По выходным здесь играет живая музыка. Работает артишок до 4 утра. Вход – 5 рублей. Кухня разнообразная. Белорусские блюда очень вкусные. Сковородки сытные. Драники, колдуны. Все очень вкусно. Порции достаточно большие. Мы, например, заказали пиццу. Очень вкусно все. Приемлемые цены и качество продуктов. Я вот часто прихожу в артишок со своими подружками. Вот заказала свой любимый коктейль. Очень вкусный и цена приятная. Не такой дорогой. И достаточно большой объем. Астурия, французская и фруктовая. Три итальянских блюда диаметром 21 сантиметр. Такой сет предлагает пицца Браво. Мягкое воздушное тесто, неповторимый аромат и идеальная начинка. Томаты, моцарелла, маслины, печана, салями, изысканные соусы и ароматные травы. Природный вкус и ничего лишнего. Секрет нашей пиццы, наверное, в печи. Там очень большая температура. И тесто так замешивают, что в обычной печи дома такое не приготовишь. А оно быстро схватывается, тонкое. Бортики создаются, хрустящее, все едят. Качественное мясо, натуральная оболочка, ароматные специи и талантливый повар. Это уже рецепт уникального блюда от Амстердама. На тарелке традиционные белорусские колбаски. Картофельное с жареным фаршем, мясная с гречкой и смесь свинины и говядины. В дополнении свежие овощи и соусы. С сентября месяца у нас включаются уже блюда, которые будут внести непосредственно позитивный акцент на осенние продукты. С той же тыквой, с такими овощами, супы-пюре. Довольно-таки уютный зал со спокойной фоновой музыкой. Я бы даже назвала наш кафе скорее домашнего направления. Потому что к нам очень много приходит семьями. Все заведения предлагают блюда по фиксированной цене – 22 рубля. Всего в гастрономическом фестивале участвуют 11 кафе и ресторанов. «Турист», «История», «Базилейк», «Пушкино», «202», «Тикава». Организатор – редакция газеты «Бобруйское житё». Попробовать кулинарные шедевры жители могут до 29 августа включительно. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели.